Даня Милохин улетел к Юле Гаврилиной в Африку. Дилара рассказала, как продолжилась история с якобы внебрачным ребенком Моргенштерна. У Дины Саевой начались проблемы с законом. И что спросил Никита Львинский на прямой линии с президентом. Не обязательно досмотри это видео до конца. Погнали! Последние пару дней даже под моими роликами все переживали из-за Рахима Абрамова, который резко пропал из соцсетей, не объяснив причины. Вчера он наконец-то вышел на связь и рассказал, чем занимался все это время. Сейчас парень находится в Ташкенте, где закончили съемки фильма, в котором он сыграл одну из главных ролей. Это та самая комендия «Молодой человек» режиссера Ильина Ишулера, о которой я рассказывал ранее. Рахим также объявил, что они с командой наконец-то сняли клип на его последний трек «Синяя ламборгини». Он полностью готов и должен выйти уже 6 июля. В очередном инстаграм-баттле поучаствовала Аня Покров. Оппонентом девушки стала блогерша Нечаева Ольга, которая придумывала ей интересные задания. Сначала Нютику нужно было разрисовать всю тачку Дани, на что Милохин отреагировал не очень позитивно. А Артур отомстил за друга и написал на машине Ани лох, а она добавила к этому бабич. Второе же задание оказалось гораздо интереснее. Так как Оля сейчас готовится к рождению ребенка, она послала девушку на тренажер, который может моделировать боли во время родов. На Аню надели специальный пояс, который периодически сокращаясь сжимал ее живот и мышцы, что она смогла терпеть не так долго. По ощущениям это действительно очень больно. Я выдержала только пару минут в таком режиме, потом мне ослабили боль. Не знаю, похоже ли это на настоящие схватки или нет. Я еще пока это сильно. Маруся и Маха, которые до сих пор находятся на самоизоляции, как и планировали, сдали тест на корону прямо у себя в комнатах. Результаты были готовы уже вечером. Сначала Маха очень обрадовалась, так как пришел отрицательный результат. Но после оказалось, что перед забором анализа она поела, чего категорически нельзя делать. И теперь результаты теста могут быть ложными. Наверное, как и я, на предыдущей истории подумали, господи, ну слава богу, день рождения, Машулик, мы так рады, а я так как обрадовалась в первую секунду. Но потом узнала то, что та самая яичницу, которую я съела перед тестом, ее было нельзя есть, и типа это может повлиять на результат. Отрицательный тест пришел и Марусе, но и тут есть одно большое но. Девушка стала чувствовать себя еще хуже. У нее болят легкие из-за постоянного кашля, болит тело, температура подскочила выше 38 и появилась сильная слабость. Короче, результат пока тоже сомнительный, так как все симптомы ковида налицо. С короной столкнулись и участники ТикТок дома Феникс Тим, Сережа Коснакс и Люба Бич. Ребята уже болели несколько месяцев назад в легкой форме. Сейчас же их болезнь тоже проходит без осложнений, и им остается просто выждать время. Спустя полгода в дом Дрим Тима наведались их бывшие участники Настя Усеева и Влад Неопознанный. Ребята приехали не просто в гости, а целенаправленно, чтобы навестить Марусю и передать ей много вкусняшек. Ребятам удалось пообщаться на расстоянии и поддержать подругу. После чего они еще немного поболтали с Аней Покров и быстро уехали. Раньше казалось, что Настя с Владом общаются прям со всеми участниками и хорошо дружат. Но по итогу, когда они съехали, продолжают поддерживать контакт только с некоторыми людьми из всего состава. Вчера проходила прямая линия разговора президента Российской Федерации Владимира Путина, где ему задавали самые острые вопросы от народа. А он пытался на них развернуто ответить и предпринять какие-то меры по решению проблем. Многое, что из этой трансляции было заготовлено заранее, в кадре находились чуть ли не актеры. Возможно, в ТикТоке вам попадались вырезки, как один из операторов просто для вида даже не нажимает на клавиши своего компьютера. Но да ладно. Многих удивило появление на экранах Никиты Львинского, который выступил представителем блогерского сообщества. Парень решил уточнить, нет ли у правительства планов блокировать иностранные социальные сети, такие как Ютуб, Инстаграм, ТикТок и прочие. И на что Владимир Путин ответил, что они не собираются этого делать, но при условии, что все сервисы откроют официальное представительство в Москве. И будут, конечно же, сотрудничать с их администрацией. У Дины Саевой появились новые серьезные проблемы, связанные с нарушением закона. Девушка сначала заинтриговала всех, выложив переписку с менеджером, в котором попросила его в срочном порядке найти адвоката. Диндон, несмотря на таджикские корни, с рождения является гражданином России, и сейчас ее этого же гражданства хотят лишить. Причину она пока раскрывать не стала и пообещала все рассказать подробнее после суда, который состоится только в конце этого месяца, 23 июля. После выхода выпуска шоу «Вопрос ребром с Моргенштерном» у многих появились вопросы не к рэперу, а к Диларии, которой пришлось узнать много нового о своем будущем муже. Ситуация с тем якобы ребенком, похоже, не получила никакого развития и была просто хайпом. Дилли написала, что не собирается верить каждой девушке, которая ходит по различным шоу с целью хайпа, так как таких развелось очень много. Она также прояснила момент с якобы изменами Алишера. У них был целый период как бы свободных отношений, и подобные вещи происходили с обоих сторон, но они прекратили это делать. Еще после появления фото, где Алишер находится почти голый перед родителями Дилары, у многих сложилось впечатление, что им стыдно за зятя. Но у них прекрасные к нему отношения, и даже отец признался, что если бы был помоложе, присоединился бы к нему на тех кадрах. На следующий день, после того, как Юля Гаврильевна отправляла всем скучающее сообщение вся в слезах, Даня выложила историю из аэропорта, на который они вместе с Заиром собирались куда-то улетать. Уже почти к вечеру он выложил еще одну историю около Мака, которой было достаточно для шиперских сыщиков. На заднем фоне стояла машина доставки с принтом сайта, по которому зрители вычислили, что Милохин с Заиром улетели в Южную Африканскую Республику. Именно там, предположительно, сейчас находится шпулька. И что интересно, девушка жаловала, что не ела почти двое суток. А после истории Дани из Мака, она рассказала, что ее в итоге покормили. Юля также наконец-то объявила о старте продаж ее первой коллекции мерча. В мини-капсулу вошли вот такая футболка, черное худи и одна кепка. Пока что реакция на эту одежду в целом негативная. Многим показалось, что глупо наносить на свой мерч свои же фотки, так как такое носить смогут только самые преданные фанаты. Ну и вдобавок, всех испугали цены. Футболка стоит 3,5 тысячи рублей, худи почти 7 тысяч, а за кепку Жужу придется выложить 2 700. А что думаете вы насчет коллекции Юли? Пишите в комментарии, обязательно все прочитаю. Как вы помните, вчера свой день рождения отмечал Тёма Ватерфорк. Парню подарили большое количество подарков и прислали много различных поздравлений. Но самое милое 100% было от Лианы. Девушка спела популярную песню Happy Birthday to You, а также сказала, что рада появлению Тёмы в ее жизни. Ну что ж, мой дорогой драгоценный друг, не просто так я купила этот агрегат, поэтому слушай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok